Здравствуйте, уважаемые ценители искусства. Здесь мы говорим о великих людях и величайших творениях их рук. Сразу напоминаю, что подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарий. Это поможет нашему общению. И в одноименном телеграм-канале еще больше красоты. QR-код только что был на экране. Сегодня поговорим об Атлантии эпохи Возрождения, о представителе флорентийской школы, повлиявшем и продолжающим влиять на живописцев и по сей день. О Сандре Боттичелли. Исаак Ньютон однажды сказал, «Мне легко было делать открытие, ведь я стоял на плечах атлантов, имея в виду всех предшествующих физиков и математиков древности». Так и современным живописцам и золотой кокорде художников 19 века легче было творить, опираясь на плечи таких атлантов живописи, как Боттичелли, Довинчи, Тициан, Юрор, Микеланджело. Настоящее имя художника Алессандро Филиппипи. Для друзей Александра родился Александром в 1445 году. Его отец Марьяна Филиппипи был кожевником и имел свою мастерскую, свое дело приносило весьма скромный доход. Прозвище Сандро имел Боттичелли. Это значило ботонок, скорее всего, перешедшего ему по наследству. От старшего брата, имевшего грузный вид, есть и другие предположения. Боттичелли пришел к живописи не сразу. Сначала он два года был учеником у ювелирского, но, проявляя талант в рисунках и чертежах, по рекомендации Беспучи был послан к фра Филиппе Липпи, о чем мог только мечтать. Тогда же на свет стали появляться его первые Мадонны с ангелами и с младенцами. В 1467 году Липпи умер, и Боттичелли по-прежнему и желая утолить свою жажду знаний, стал посещать мастерскую Андреа Вероккио, многогранного мастера, скульптора, живописца и ювелира, возглавлявшего его бригаду разносторонне одаренных начинающих художников. Здесь в ту пору царила атмосфера передового творческого поиска. Здесь же учился молодой Леонардо да Винчи. Из плодотворного общения в этих кругах родились такие картины, как «Мадонна в Розарии» и «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», где найден оптимальный синтез уроков Липпи и Вероккио. 1470 год – судьбоносная дата в творческой биографии Боттичелли. Он получает первый официальный заказ на аллегорический образ «Сила» для зала торгового суда. Заказчиком был представитель Медич. Таким образом, Боттичелли представился случай еще больше приблизиться к связанным с Медичи. Флорентийскими кругами, куда еще раньше его уже, вероятно, ввел Вероккио. С этого момента Сандра смог получать престижные заказы и вместе с тем питаться рафинированным духом и интеллектуальным. С этого момента Сандра смог получать престижные заказы и вместе с тем питаться рафинированным духом интеллектуального и философского гумуса, которым окружали себя молодые Медичи и приближенные. Его заказчиками портретов, портретов жен, стали знатные вельможи. Портреты заказывал и самый римский папа. Род из храма фрески Сукстинской капеллы в Ватикане, картины на религиозный мотив, сцены из Библии, также наряду с религиозными мотивами Боттичелли, возвращался и к традиционным мифологическим сюжетам. Библийские сцены на его картинах изображены на фоне роскошных пейзажей. Где-то и дело возникают силуэты строений Древнего Рима. Лейтмотивом творчества Боттичелли, при всем обилии вариантов и изысканном многообразии нюансов, становится идея совокупности духовных свойств человека, а лицетворения чаще всего в образе Венеры, или иногда паллады Минервы. Или же идея выше идеальной красоты, заключающей в себе весь интеллектуальный и духовный потенциал человека, то есть красоты внешней, являющей собой зеркало внутренней красоты и часть универсальных гармоний. Микрокосм в макрокосме. Наступление нового столетия сделало художника, с чьим именем был связан расцвет Золотого века, Лоренцо Великолепного, свидетелем краха этого мира. Слава еще не померкла, но заказов становилось все реже, а долги росли. Пожилой художник получил лестное предложение войти в созданную в 1504 году комиссию, призванную выбрать наиболее подходящее местоположение для статуи Давида Микеланджело. Умер Боттичелли в 1510 году больным и немощным. В веках осталось блистать слава художника в его знаменитых картинах. Рождение Венеры, весна, поклонение волхвов, в которой он изобразил себя в автопортрете, а также мистическое Рождество и Клевета. Мадонна Барди, Венера и Марс. До новых встреч, дорогой ценитель искусства! С вами Вел беседу о прекрасном Архип.